Здравствуйте. Моя наивность мешает мне жить. Как от неё избавиться и можно ли? На более понятный язык давайте переведём как из расчёта пословицы. «Святая простота хуже воровства». Это, знаете, когда наивность, это когда я просто глазки открываю и верю всему тому, что мне рассказывают. Иду туда, куда меня зовут. Кушаю то, что кто-то что-то называет. Но это сбор чужого в свою жизнь. Из расчёта, что, ну если это люди говорят, наверное, это полезно. Но при том, при сём, ну это как маленький ребёнок. Мама подошла, надо кушать фрута няню. Потому что в рекламе сказали, да, там соли нет, сахара нет, там чего-то нет. Мама кормит, ребёнок рот открывает, потому что у него различия никакого нет. Мама святая стоит перед ним, единственное то существо рядом, которому он свято доверяет. И вот эта детская наивность, она идёт по жизни. Знаете как, не хочу брать ответственности за свою жизнь. Я не хочу поставить фрута няню и поставить, я не знаю, там овощной сок. И попытаться для себя всё-таки определить, чего мне хочется, от чего я себя чувствую лучше, и что мне полезнее, как вот удовлетворённости. А что, собственно говоря, не очень полезно. И не хочу. Не потому что это нужно, не потому что это сказали с телеэкрана, там, или, я не знаю, с Инстаграма. А потому что я, вот что я хочу. Наивность — это святая простота, что мне как-то всё расскажут, как-то мне всё дадут, и мне как-то будет хорошо. И вот даже песня такая, по-моему, есть кукла там какая-то, Няша, Маша, там ещё там что-то. Вот такая кукла, которая говорит, возьмите меня на ручки. Я вам доверяю. Я буду делать то, что вы хотите. И мне должно быть хорошо. Ни за что не отвечаю, ни за что не переживаю. И вот просто всё исполняю. А вы как-то там, ну, в зависимости от условий проживания, да, можно просто фрута няню, а можно там свежевыжатый сок. Но принцип один и тот же. Наивность — это когда я не хочу взрослеть. Когда я не хочу делать выбор, не хочу кем-то становиться, не хочу чему-то учиться, что-то преодолевать, что-то опять-таки творить, откуда-то уходить. Это вот, ну, Няшка. Няшка, которая ищет такого хозяина-благодетеля, который создаст условия, поставит стульчик, тарелочку, ложечку, что-то туда положит. Вот я это просто съем, потому что я точно знаю, что человек не может мне соврать, и это будет для меня полезно. Вот в двух словах. Вот наивность — это неумение различать. Это святая простота, которая всегда приводит к такому же разочарованию. Потому что себя-то обмануть можно, но этим надо очень долго заниматься, плодотворно, ежедневно, убеждать себя, что кушать там без сахара там или еще там без чего-то там. Это да, это действительно так. Ну, фильм совсем простой, да? «Любовь и голуби». Соль — это яд, сахар — это яд, надо вот это есть. Хлеб — это яд, то это яд. Это вот все яды. И вот как-то надо с этим справляться, себя убедить, и потом дойти до состояния «я больше этого есть не могу». Или «я больше находиться в этой компании не могу», или «я больше рядом с этим человеком не могу». Так, может, не могу вообще не делать, а как-то чуть-чуть взять ответственность за себя. И научиться видеть, чувствовать, ощущать, идти туда, куда нужно, куда тянет, чем хочется заниматься, разобраться в себе, а не доверять себя всего или всю тупо кому-то. Из расчета убеждений меня не могут обидеть, я хорошая. Хорошее — очень относительное понятие. Для кого-то более чем хороша, а для кого-то ох как по-разному. Ответственность берем в собственные руки. И жизнь наладится.